Так, второй ход. Первый игрок у нас Триш. Триш у нас пройдет и постарается добраться до изопереческого ордена Дакона. Сколько ей надо? Сколько у него вообще получается? Раз, два, три, четыре, пять. Она останется на улице. Ну ладно. И она берет 2 доллара Джорджа. А подождите, сначала фаза передышки. Так, даем Джорджу 2 доллара, который у него возьмет Триш, поэтому дадим ей сразу Триш 2 доллара и бросаем кости. Если нам выпадет единица, мы теряем карту. Так, нам выпала пятерка, мы ее не теряем. Далее передвижение. Триш идет первый. Мы поставим максимальную скорость, как и в прошлый раз. И скрытность тоже поставим повыше. Так. Раз, два, три, четыре, пять. И она у нас остается на улице. А Джордж, в свою очередь, пойдет в магазин интересностей и купит что-нибудь из трех вещей. Давайте посмотрим. Так, объясни... О, меч. Ну, тут даже и думать нечего. Мы покупаем меч. И платим за него 8 долларов. Это значит 13 долларов. И получаем 5 долларов с дачи. А эти две карты у нас идут по дну. Стриш ничего не происходит, так как она на улице. А пока что мы не дошли до 6-го значения. Так что мы не должны проходить проверки скрытности в Инсмуте. Так. Смотрим дальше. Риф дьявола. Наплыв. И по улике в эзотерическом ордене Дагона и в библиотеке. Так. В ордене есть улика и в библиотеке. Так. Риф дьявола. Так. Это у нас... Сколько? У нас... У нас двое врат. Этот монстр спационарный не передвигается. И это наплыв. Значит, вытягиваем двух. Сначала для рифа дьявола. Так. Это шестиугольник. Остается на месте. Далее для площади независимости. Независимости. Это глубоководный гибрид. Тоже остается на месте. Так. И у нас все сыщики на максимуме. Так что этот эффект не имеет действия. И на этом второй ход заканчивается.